Что важно понимать о типах голосов? Я начал петь и заниматься вокалом в 15 лет. Тогда главным моим музыкальным и вокальным ориентиром был Мэтью Беллами из Мьюз. Я хотел петь высокие ноты, так же, как он, чтобы он прям разрывал этот нерв, накал страстей, я это так в детстве называл. В общем, такая у меня была одна из первых вокальных целей. Со своей первой группой я играл в гараже, мы играли каверы на Мьюз, и, в общем, была песня Plug and Baby. В припеве была нота фа-диез. Спеть её у меня просто никак не получалось. Мой голос застревал на подходе к этой ноте, глаза вываливались из орбит, и, в общем-то, ни хрена не работало. Я думал, что же мне делать? О технике вокала я тогда ничего не знал, и просто пытался как бы говорить повыше, чтобы подвинуть голос вот в более высокую зону. Я просто пытался тупо говорить выше и надеялся, что это мне поможет. Это ни хрена не помогало, и тогда я начал искать причины. Первый раз, когда я пришёл на студию звукозаписи, там был звукорежиссёр, который по образованию был оперным певцом. Он работал просто звукорежиссёром. И когда мы писали мой голос, я спрашивал у него, типа, ну что, Виктор, какой у меня тип голоса, как вы думаете? И он мне так ответил, я до сих пор это запомнил. Типа, какой тут ещё может быть тип голоса, тут ещё не о чем говорить. Голос просто не разработан никак. Но я думаю, ладно, не разработан, так не разработан. В те времена мысль дойти до фониатора меня вообще не посещала. Я просто думал, что есть какая-то причина, по которой у меня ноты эти не получаются. Когда я был подростком в школьные годы, я курил сигареты, и думал, что сигареты портят мой певческий аппарат. Я находил разную информацию о том, влияет ли курение или не влияет на вокал. И в общей сложности я прокурил больше 10 лет, и когда бросил спойлер, я не стал петь по-другому. Мой вокал никак не улучшился от того, что я бросил курить. Но тогда мне казалось, что, возможно, вот если бы я не курил, то вот это фа диез бы у меня вышло. Далее я работал с разными педагогами, и кто-то говорил, что я тенор, кто-то говорил, что я хрен пойми, какой голос. Я же думал, так, если я тенор, то почему у меня эти высокие ноты не заходят, или то получаются, то не получаются. В итоге спустя лет 12-13 я дошёл до фониатора, чтобы посмотреть мои голосовые связки. Мне было тогда интересно узнать, какие же у меня голосовые связки, какой же у меня по-настоящему тип голоса, и кто виноват. Фониатор посмотрела мои голосовые связки и сказала, наверное, ты бас. Я говорю, да не, я вроде не бас. А я тогда пытался говорить более высоким голосом, ну, я думал, что мне это поможет с высокими нотами. И она мне говорит, наверное, ты бас. Я говорю, да не, я вроде не бас. В общем, вышел я из кабинета фониатора озадаченным. Я надеялся, что мне скажут, что у меня теноровые связки, и может мне будет легче тогда петь высокие ноты. А она мне говорит, ты бас. А я никогда за собой не замечал там такой склонности прям говорить или петь как-то внизу, и, ну, мне никогда просто не хотелось. Когда я разобрался, почему у меня не получались эти верхние ноты, причина этого никак не была связана с тем, какие исходные голосовые связки у меня были и есть. Теноровые они, басовые, баритональные. Это не значит абсолютным ровным счетом ничего. Тенор по природе, без поставленной техники будет звучать хреново. Может быть, он будет немного более верхние ноты брать, но если у него нет техники, он будет хреново звучать. То есть, большинство голосов, как мужских, так и женских, они средние. Сильно низких или сильно высоких голосов, в принципе, меньше. Большая часть людей обладает средними голосами, у кого-то чуть выше, у кого-то чуть ниже, но это не экстримы. И на практике работа со студентами, и, в принципе, слушая разную музыку, достаточно редко можно встретить прям конкретно незастых басов, либо прям конкретно теноровых теноров. Более того, любой голос можно сдвинуть в какую-то такую более легкую, высокую сторону и говорить, как если бы я был Майклом Джексоном. Эдди, окей! Либо, наоборот, можно сдвинуть в более низкую, насыщенную сторону. С тех пор я иногда задумывался, действительно ли, может, у меня басовые связки. Но это не было настолько важно, чтобы идти их еще раз там смотреть или просить докторов, чтобы они их замерили, и потом сравнивать по таблицам и что-то подобное. Основная мысль в том, что тип голоса не может быть оправданием плохой вокальной техники. Если ты не умеешь петь, допустим, высокие ноты или какие-то песни с высокими нотами, это не от того, что у тебя тип голоса такой, это от того, что ты просто не разобрался в технике и не научился. С одной стороны, у нас, у людей иногда возникает соблазн махнуть рукой и сказать, да, блин, я бы все бы спел, но вот у меня просто голос не такой. Я-то нормальный, но вот у меня просто баритон, я не могу петь высокую ноту, поэтому буду там менять тональности, опускать строй гитары и так далее. И для кого-то, может быть, это вариант, я не говорю, что это хорошо или плохо, просто я предлагаю тебе взять ответственность за свой голос в свои руки и не списывать свои неудачи или какие-то шероховатости на тот или иной тип голоса.